Всем привет меня зовут Артем это канал TutorCG и мы продолжаем тему создание анимации для мультика ZBrush. Сегодня мы также продолжим тестировать рендер, но будем это делать уже непосредственно в самом ZBrush. Прежде всего хочу рассказать вам какие могут быть плюсы и какие минусы для того чтобы вы сразу поняли стоит ли использовать этот метод рендера. Самый первый и самый такой большой плюс состоит в том то что рендер непосредственно ZBrush займет у вас гораздо меньше времени нежели рендер например в KeyShot. Но по скорости рендера лидер разумеется это игровой движок Unreal Engine либо какой-то аналогичный. В принципе можете использовать и CryEngine если он поддерживает импорт Alembic или возможно OBG секвенции. В общем на втором месте по скорости получается это рендерить непосредственно прям в ZBrush. Это основной плюс и основной минус что качество картинки не будет прям наивысшим. То есть в KeyShot разумеется картинка будет немного почище. Также хочу вам перечислить те способы которые я разрабатывал для того чтобы рендерить непосредственно ZBrush. Возможно эти способы вам как-то помогут создать свой рендер на основе того что вы увидите. А затем я вам покажу уже рабочий способ который я протестировал буквально сегодня. Я уже целую неделю сижу в ZBrush и изучаю тут все эти инструменты принцип работы программы все прочее. В общем все это теоретически и особого опыта скульптинга у меня разумеется пока что нету. И этот опыт придет только со временем. Умение создавать что-то качественное в этой программе. Пока что я изучаю только инструменты. Но это никак не помешает нам сделать сегодняшний рендер. Так вот давайте закинем эту вкладку допустим сюда и еще откроем рендер. Я разбирал такой способ рендера чтобы задействовать таймлайн. Если мы нажмем Show timeline то здесь вот будет по дефолту записываться положение камеры. Если я просто здесь кликну то создастся ключ и этот ключ будет на камере. Также здесь можно выбрать всевозможные параметры для того чтобы создавать ключи на необходимом для вас параметре. Например на цвете, subdiv, layer это морфы и так далее. В основном меня интересовала анимация subtool. То есть я посмотрел документацию и там была возможность анимировать видимость subtool. То есть скрывать его или показывать. Я хотел использовать эту опцию для того чтобы рендерить. То есть например вы сделали 12 фреймов. На первом фрейме виден только этот subtool. Потом вы скрываете, переключаетесь на второй. Включаете там глазик и здесь ставите ключ. Я думал что это сработает. У меня получится просто таймлайн с ключами и каждый ключ будет соответствовать видимости одного subtool. Я пробовал этот вариант. По всякому выделял эти subtools. По идее они вроде как должны здесь автоматически появиться. При том что они здесь задействованы. То есть enable. Если мы сейчас дублируем. Мы изменим второй subtool. И идем на первый. Скроем второй и поставим ключ здесь. Вот так. То получается мы сейчас ставим по идее ключ на subtool. На видимость. Но здесь написано почему-то color. И в этом вся проблема. Один из вариантов я рассматривал использование timeline track для того чтобы анимировать видимость subtools. И чтобы переключать эту видимость subtools за subtools. У меня тут 12 фреймов. Я думал что смогу анимировать видимость. И затем просто включаю рендер и он рендерит этот timeline и все. Плюс здесь можно еще камеру управлять. То есть это в принципе удобный был бы вариант если бы это все сработало. Следующий мой вариант в том то что вам не нужно делать множество subtools. Например если я хочу 12 фреймов. Мне нужно 12 subtools. Следующий вариант избавлял меня от того что нужно создавать множество subtools. Минус того что у вас множество subtools то что вы перегружаете сцену. Если вы еще используете divide то полигонаж очень большой. Кстати я проверил полигонаж. Экспортнул отсюда объект в мае. И вот это количество полигонов. Написано points. Почему points? Points это точки. Это количество полигонов. Им надо назвать либо face либо polygons. Как во всех обычных нормальных программах. Но они назвали points. Так вот для этого способа который сейчас мы рассмотрим второй вариант. Не нужен был timeline совершенно. Я хотел найти скрипт, плагин или какую-то функцию в этой программе которая могла бы отключить автосохранение вот в этой строке. Ее можно спрятать ее можно убрать ее можно удалить. Но ее нельзя остановить. Представляете насколько это ограниченная программа. Что в этой программе невозможно остановить автосохранение. Вы что-то изменили на объекте и сразу же автоматически поставилась точка сохранения. И это невозможно никак не выключить не деактивировать. Именно отсутствие такой возможности и не позволило мне использовать этот вариант. А вариант был следующим. Я делаю какую-то форму объекта. При том что вот эта вот строка совершенно на это не реагирует. Затем я нажимаю например control s или какую-либо горячую клавишу и это сохраняет текущую форму этого объекта. Понимаете то есть у меня здесь были те самые необходимые мне кадры которые нужны мне для рендера. То я просто мог бы вот здесь переключаться и у меня не было всех вот этих вот ненужных лишних деталей. А были бы только необходимые. Например вот сейчас я удалил историю и допустим я хотел бы снять мультик. Если бы у меня получилось деактивировать вот эту вот линию сохранения и сохранять только в нужный для меня момент то это было бы решением всех проблем. Вы могли бы сразу делать мультик и продолжительностью в минуту и более без каких-либо проблем. Потому что вот эта вот линия может сохранить сразу 10 тысяч сейвов. Если бы у меня получилось ручную вот здесь вот сохранять в общем я бы делал тысячу кадров. Потом просто заходил бы в мувик и в history и он у меня все записывал. Было бы чрезвычайно удобно при том что у меня был бы всего лишь один фрейм. Это можно было бы назвать LVL то есть уровень либо локации. Одна локация. Вы работали бы по локациям. Это было бы очень удобно. Но zbrush ограничен в действиях и какие-то примитивные довольно таки обыденные вещи которые бывают во всех программах здесь они отсутствуют. Даже использование каких-то плагинов или еще чего-то это совершенно вам не поможет в общем. Далее давайте рассмотрим тот рабочий рендер который меня в принципе устроил и который я хотел бы попробовать использовать при рендере в zbrush. Для этого рабочего варианта рендера мне нужно будет создавать все-таки 12 этих фреймов и затем рендерить их по фреймам. Но я максимально это упростил для того чтобы автоматизировать этот процесс. Давайте создадим наипростейшую анимацию чтобы вы поняли как это работает и увидели это наглядно. Допустим мы стоим в первом фрейме. Затем я дублирую его. Изменяю этот объект. Затем дублирую. Ну и давайте не будем выдумывать что-то сверх сложное а просто сделаем наипростейшую анимацию. Разумеется это может быть все что угодно. Например вы можете анимировать как растет дерево. Вот я сделал ровно 13 фреймов. Далее переключаясь на первый фрейм. Для того чтобы его отрендерить мне нужно нажать опять же Render Path BPR Render Path. BPR значит Best Preview Render. Так вот чтобы мне отрендерить вот эти вот 12 фреймов мне надо нажать BPR затем документы и экспорт. Таким образом я отрендерю один фрейм. И представьте что вам нужно арендануть в итоге 3600 фреймов. Это чрезвычайно неудобный рендер был бы. Поэтому максимально его захотел оптимизировать и как-то автоматизировать этот процесс. Для этого обратился к макросам. Макросы бывают в любых программах и макросы обычно запрещены в играх. Макрос это команда которая выполняет несколько действий. Для того чтобы вы не нажимали сразу 100 кнопочек вы можете сделать макрос и при выполнении этого макроса нажмутся все эти 100 кнопочек. Поэтому в играх это запрещено, а в программах приветствуется. Так как это упрощает рабочий процесс. Прочитав документацию Pixelogic на официальном сайте я узнал как делать макросы. В принципе это довольно таки просто, но свои нюансы есть. Для того чтобы записать макрос вам нужно нажать new macros. Сделать какие-либо действия в этой программе. По завершению нажать end macros и вылезет такое вот окно для сохранения. Проводник windows. В этом проводнике вы должны перейти в папку macros. Если у вас установка по умолчанию, то это путь c, локальный диск c, программ файл, спиксологик, версия zbrush, zstartup и здесь вот папка macros. Вы должны перейти в эту папку macros. Возможно при сохранении macros в zbrush он вам не выдаст вот этот вот путь правильный, а сделает папку которая была открыта последним. А последняя папка разумеется возможно у вас какая-то другая была открыта. Поэтому вам надо перейти именно вот в эту вот папку и здесь создать новую под папку, чтобы ваш macros лежал в отдельной папке. Так вот что я сделал, как я использовал этот macros. Я сделал также 12 фреймов, перешел на первый фрейм и нажал new macros. Далее перешел в render, нажал bpr, прошел render. Затем я нажал export. Здесь я вручную вписал frame нижнее подчеркивание 001 и далее сохранить. Затем не отключая macros разумеется я переключился на следующий саптул, нажав на вот эту вот стрелку вниз. Сделал те же самые действия bpr, export и задал имя уже frame 002 и так далее. Я проделал это со всеми 12 фреймами. Как только я закончил я нажал в макросах end macros и сохранил его вот в эту вот папку которую вы видели. Для того чтобы вам это не делать разумеется ссылку на все вот эти вот макросы я оставлю в описании, если они вам вообще пригодятся и вы будете делать мультики в zbrush. Так вот в чем же суть этих макросов и как их использовать. Наверняка вы уже догадались но все-таки я хочу вам объяснить поподробнее. Вы делаете 12 кадров на них как-то изменяете все и делаете еще 13 кадр. Затем вы переходите в macros и здесь вот я написал 001 to 012 это значит с 1 по 12. Так как у вас все фреймы проименованы точнее саптулы проименованы согласно фреймов то вы никогда не запутаетесь потому что название 100 процентов должно сочетаться. Так как мне нужно сейчас отрендерить например с 1 по 12. 13 я оставляю потому что как только рендер закончится я удалю все кроме 13 и продолжить делать с 13 по 24. Потом как сделаю по 24 и так далее. Ну в общем вы понимаете. Давайте на примере прям покажу чтобы вы поняли что это работает. Вот у нас папка в которую будет сохраняться наши macros и я удалю frame 01. Как видите это пустая папка. Я перехожу на первый фрейм. Все остальные у меня допустим готовы уже готовый мультик. Мне нужно только его начать рендерить. Я просто нажимаю одну кнопку и вот если мы зайдем то это схоже с рендером в 3d редакторах. То есть у вас в автоматическом режиме идет просчет рендера viewport. Точно так же как и в Maya. Только в Maya можно еще анимировать камеру. Здесь же я думаю что вы можете использовать таймлайн как закладки. Например в Unreal Engine да и в любых других программах есть такая функция закладка для камеры. То есть вы можете расположить в каком-то месте камеру. Затем отдалиться, изменить положение камеры и для того чтобы вернуться в это положение вы идете на закладку по камере. Здесь же это реализовано следующим образом. Заходите в раздел мувик, шоу, отображаете таймлайн и здесь по дефолту записывается камера. Каждый ключ это и будет ваша точка для камеры. При том что вам нужно учитывать что документ рендерится вот так вот. То есть с помощью зума по умолчанию он вот здесь сбоку и находится в меню документ. Вот он этот зум. Это зум именно документа. Это не тот же самый зум который вы используете во вьюпорте. И вы должны учитывать размер документа разумеется. Вам нужно поставить full hd здесь чтобы изображения были full hd и плюс к этому при рендере вам надо просто отдалиться чтобы видеть края и настроить положение камеры. Затем поставить ключ. Допустим вот так вот. Ставлю ключ. Все прозрачные ключи это я ставил на другие свойства. Поэтому они здесь просто так отображаются. У вас таймлайн будет чистый. Не таким образом если вы как-то измените камеру в процессе моделирования разумеется вы будете по-всякому вертеть. По идее он должен сохранять. Да. Вот. Пошевелил чуть-чуть и камера возвратилась. Таким образом все ваши фрейма от 1 до 12 которые вы будете делать и будете по-всякому вращать вы можете использовать камеру. Более того если вам нужно анимировать камеру для этого вы также можете использовать таймлайн. Сейчас я все это рассказываю вам теоретически на пальцах в следующем видео или через видео не знаю. В следующем мы будем рассматривать кейшот рендер. Когда я уже буду создавать мультики в Zebras то разумеется все это я уже буду показывать и рассказывать вам не на пальцах не как вот сейчас а уже прям на реальном примере. Так вот если вы хотите анимировать камеру чтобы она вот так вот плавно наезжала на ваш объект то вы должны сделать например вот возвратимся вот в этот ключ перейти на следующий кадр на таймлайне и совсем немного приблизить сделать ключ затем приблизить вот так вот и допустим если вам надо чтобы ваша камера в вашем мультике медленно наезжала на этот объект то разумеется вот 12 фреймов это одна секунда вы можете отрендерить например 24 фрейма на первом ключе затем переключиться на следующий ключ и отрендерите следующие фреймы как вы понимаете один ключ равен количеству фреймов то есть камера будет в первом фрейме проигрывать анимацию вот в этом положении потом следующую секунду у вас получается что за 4 секунды камера наезжает вот до сюда это в принципе довольно таки медленно и должно получиться вполне нормально возможно кому-то будет непонятно но я думаю что здесь нет ничего сложного если нужно анимировать то анимируйте с помощью таймлайна и не забывайте при рендере просто переключаться этот рендер макросов как я понял он просто выполняет нажатые клавиши когда его записывал разумеется камеру никак не трогал и поэтому макросы не должны влиять на положение камеры и даже вот открыв макрос давайте посмотрим как он выглядит вот здесь нигде не прописана камера я заочно знаком со скриптовыми языками разумеется в каких-то прям общих понятиях я никогда не писал ни программы не программировал и сталкиваюсь обычно со скриптами в autodesk maya там mail scripting много скриптов множество использую и большинство разумеется абсолютно все точнее я скачал и не ни один не написал но так или иначе я все время заглядываю туда в эти скрипты все время где-то сталкиваюсь с ними в общем как вы видите довольно таки все просто вот они эти фреймы которые прописал блокнот называется 001 до 0012 здесь вот имя и формат далее написано еще путь я вам дам ссылку на этот документ но вы должны изменить путь вот этот вот f project files сэн файл сцен 3d это мой путь вы должны вписать свой как это сделать очень просто и не парить вы можете просто правый клик edit which notepad вот под бесплатно программа можете скачать оставлю даже ссылку на нее и так или иначе когда они все равно будете сталкиваться со скриптами потому что вы работаете на компьютере здесь вот нажимаем вот этот вот бинокль и вам нужно например заменить вот этот вот кусочек скрипта выделяете control s здесь приходите заменить сюда пишите мой путь который находится в этих скриптах заменить на и сюда пишите свой путь затем заменить все можете открыть сразу несколько документов то есть кидануть сюда вот так вот если мы сгруппируем тип выделим не перегинем они все откроются и вы можете сразу во всех просто заменить во всех открытых документах то есть буквально пару кликов вы измените этот путь и эти скрипты будут работать уже под вашу операционную систему то есть они будут сохраняться в указанном вами пути думаю здесь нет ничего сложного эти все скрипты рассчитаны на 300 фреймов принципе не маленькое количество вы сэкономите очень много времени если будете делать в автоматическом режиме с помощью этих скриптов всего 300 можете принципе дальше копировать вот этих вот вторые здесь скрипта вообще не было я просто скопировал текстовый документ вот так сделал их тут сколько пять штук вроде да сделал одну папку вот так вот затем продублировал назвал ее 02 а здесь просто одно значение меняете вот так здесь допустим 6 меняете 7 и так далее 8 9 то есть одно значение потом открываете и здесь уже вписываете согласно тому что здесь написано 61 72 значит 61 здесь допустим если 5 то нажимаете 6 6 6 6 6 6 потом 7 7 7 7 7 и меняете только одну цифру вот так то есть вы можете продолжить и сделать не 300 600 если у вас хватит терпения в общем на 300 фреймов так такой вот скрипт самое главное правило которое вам нужно заполнить рендерить разумеется самого верхнего первого саптула не нужно начинать рендерить с какого-то другого второго или последнего я перехожу на первый фрейм и смотрю с какого фрейма мне нужно рендерить это фрейм 001 значит в макросах я выбираю с первого по 12 после того как это будет готово я удалю все кроме 13 здесь даже вот кнопка есть дел откер и продолжу делать мультик с 13 как мы видим по 24 и сделаю еще 25 кадр затем то же самое действие повторяется и повторяется таким образом вы делаете мультик но разумеется этот мультик никак не будет ограничен вот этими 300 фреймами вы можете создать папку set или еще как-то назвать и положить туда отрендеренные готовые 300 фреймов затем продолжить создавать мультик и опять же с 1 по 12 делать с 13 по 24 и так далее как только вы сделаете создадите еще одну папку set 02 то есть набор 02 и положить в нее еще 300 фреймов и так далее и тому подобное потом при импорте в программу монтажа например премьер про вы просто загружаете по порядку set 01 02 03 эти сеты будут по порядку прям подобным образом вы можете делать мультик и абсолютно любой продолжительности используя вот эти вот макрос это максимально ускорить ваш процесс рендеров зибраша для просмотра кадров если вот мы сделаем большие значки как мы видим мы не имеем возможности наблюдать что в этом кадре вы можете использовать два способа либо photoshop вот так вот перекинуть сюда вот он этот кадр как камера стояла вот так так он и получился некоторые анимируют прям photoshop и некоторым это удобно то есть вы можете здесь включить как-то timeline photoshop я тоже плохо как-то ориентируюсь никогда не делал здесь мультики и закидывать все эти кадры прям photoshop рендер вот такого вот качества как есть viewport так он и рендерить то есть словно скриншот опять же задний фон можно заменить и прорисовку кадра настроить зибраш и неплохие настройки для рендера есть свет настройка света настройка самого рендера сцены прорисовки вот этот вот анти альясинг даже где-то видел то есть сглаживание плюс вы можете применить материалы к объектам затекстурировать прям здесь то есть вы можете прям создавать полноценные мультфильмы с помощью макросов и по кадровой анимации с помощью sub tool полноценный мультик в котором будет все закрашено и в котором можно дать эффект пластилина claymation если покрыть поверхность ваших объектов например отпечатками пальцев и какими-либо неровностями которые схожи с поверхностью пластилина в общем возможности действительно потрясающе создавать мультики в зибраш об этом я неоднократно говорил но сама программа довольно таки сложненькая если у вас нету опыта в других 3d программах и программах скульптинга и первая программа которую вы будете осваивать это зибра что эта программа довольно таки быстро вам поддастся и вы сможете ее быстро освоить для меня это сложно потому что у меня немаленький опыт в другом программном обеспечении которые написаны совершенно по-другому поэтому мне сложно здесь сначала я хочу объяснить почему именно psd они например jpeg вот если мы здесь нажмем экспорт с помощью этого экспорта я экспортировал эти снимки здесь вот мы видим что можно выбрать jpeg png bmp и так далее если например я выбираю jpeg нажимаю сохранить выходит вот такое вот окно с настройками я пытался записать в macros и нажатие ok но это не записывало и получалось что 12 фреймов и каждый раз после рендера он открывает это окно я должен нажать ok тогда он рендерит еще один и опять вылазить это окно и в общем каждый раз надо будет нажимать ok именно поэтому я выбрал формат psd при формате psd он не задает этих вопросов и не открывает никаких окон поэтому не нужно вам изменять формат psd на какой-либо другой вот в макросах когда скачаете там будет такие вот текстовые не нужно с помощью notepad++ изменять psd на jpeg если вы измените то каждый раз вы будете нажимать окей 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 это неудобно а так вы включили и ушли можете чай попить если сцена серьезная и большой полигонаж то рендер может занять несколько минут но все равно это будет довольно таки быстро и в общем нажимаете macros и уходите чай пить теперь по поводу того как оценивать эти снимки если это формат psd как вариант я говорил загружать photoshop но это совершенно неудобно и самый удобный вариант если бы у вас была возможность просматривать psd и вообще любые форматы непосредственно в проводнике windows также по умолчанию windows вы не можете просматривать файлы dds там просто будет такая же иконка чтобы все эти иконки сменились на вот такие вот превьюшки то вам нужно как вариант программа sage tumbas про нее тоже в каком-то видео упоминал давайте просто установим на ваших глазах теперь установил windows и совсем недавно поэтому эта программа пока что отсутствует нажимаем ok далее принимаю расположение можно по умолчанию можно изменить в общем за считанные секунды как вы видите все останавливается возможно нужна перезагрузка для этой программы ссылку на эту программу я постараюсь оставить также в описании к этому видео и вот если мы открываем эту папку до перезагрузки никакой не надо и вы можете посмотреть превьюшки того что вы сделали оценить качество и понять вообще правильно ли все отрендерено если мы кликнем правой кнопкой по этому объекту здесь вот и search tumbas и превьюшка можно здесь настроить и сделать превью например давайте не знаю 1024 получится или нет обычно я ставлю здесь 512 нажимаю окей нет максимально 512 до 512 тоже неплохой размеры и даст вам возможность просматривать все эти превьюшки довольно таки быстро теперь если я кликаю правой правой кнопкой мыши search tumbas то превьюшка вот такая вот уже большая ну в общем так или иначе это будет гораздо удобнее если вы непосредственно в проводнике windows будете видеть превью своей анимации в общем то такой вот метод и сегодня мы его разобрали в качестве теста гораздо будет интереснее и понятнее и увлекательны когда я уже начну создавать мультики но это будет и не совсем скоро мне нужно еще немного попрактиковаться насчет скульптинга теоретически конечно я все знаю то что постепенно надо добавлять сабдивы добавлять детализацию не работать долго на одном сабдиве в общем постепенно увеличится топология объекта и тем самым добавляется детализация опять же если вы делаете 12 фреймов то каждый фрейм представьте очень много будет весить здесь вот есть кнопка l low и l high вы можете понизить все сабдивы до самых маленьких сделали кадр понизили его до самого маленького потом следующий прибавили до самого большого и изменили потом опять понизили в общем вот так вот можно делать и возможно сцена ваша выдержит тем более что в принципе zbrush рассчитан на много миллионную сцену и затем в конце можно нажать l high и включить рендер все сабдивы у вас будут на самом высоком уровне то есть с максимально большей детализации и отрендерится разумеется с этой детализации плюс к этому не надо забывать про возможность анимировать камеру в общем вы можете с помощью сочетания клавиш просто переходить вот так по фреймам по ключевым кадрам это будет гораздо удобнее нежели делать это вручную таким образом у вас в общем есть возможность анимировать камеру и выводить по 300 фреймов аж саму анимацию в вашем первом мультике будет очень сложно делать потому что у вас будет очень маленький опыт в этом ремесле как бы возможно вы даже будете очень плохо скульптить со временем ваши навыки вырастут вы будете это делать гораздо быстрее и в итоге спустя может быть полгода или спустя 3-4 мультика вы сможете сделать допустим 5-ти минутный мультик с помощью вот этого метода или придумайте свой и этот мультик будет не похож ни на какие другие потому что он будет сделать с помощью анимированного скульптинга это что-то среднее между 2d традиционной анимации и 3d плюсы и в этом в том то что в 3d если вы делаете анимацию персонажа то она должна быть идеальной если анимация не идеальная это говорит о том что автор анимации просто не умеет ее делать вряд ли кто-то будет расценивать стилем анимации то что движение персонажа дергаются и ведут себя нелогично поэтому в 3d всегда был приоритет если уж делать анимацию персонажа то нужно делать ее максимально реалистично но если вы будете делать мультик зебраше здесь наоборот сюрреализм здесь не нужно добиваться никакой реалистичности вы можете сделать зебраше персонаж на анимацию такой как в кукольном мультике как вы понимаете в кукольном мультике разумеется нет никакой реалистичности там просто люди ходят там нет ни инерции ничего такого на и простейшей анимации это смотрится довольно таки прикольно поэтому если вы будете делать анимацию в зебраше то разумеется с одной стороны это намного проще потому что вам нет необходимости добиваться реализма в это поймете в общем когда начнете уже делать свои мультики пока что я не хочу перегружать вас информацией рассказал все что хотел в этом видео это как можно рендерить мультики практически точно так же как в любом другом 3d редакторе и не забывайте настраивать рендер отрисовку сцены чтобы это было более кинематографично я видел немало уроков и видео в которых настраивали viewport зебраше довольно таки качественно поэтому я думаю что этот метод рендера в зебраше имеет шанс на существование особенно с помощью макросов ну что ж на этом все до новых встреч